В минувшие выходные Атамань вновь радушно встречала гостей, приехавших из разных уголков страны. В казачьей станице уделяют особое внимание сохранению кубанских традиций, в том числе и в приготовлении блюд. Одним из первых здесь еще в 2009 году состоялся фестиваль вареников, на котором гости могли отведать угощения с творогом, картошкой, вишней и еще множеством разнообразных начинок. За время существования этнокультурного комплекса здесь уже прошли фестивали вареников, сала, борща. Теперь все кулинарные таланты объединились в один фестиваль кубанской кухни. В музей под открытым небом отправилась и наша съемочная группа, которая запечатлела самые яркие моменты всекубанского обеда. С самого утра на казачьих подворьях в Атамане умелые хозяйки готовили борщи, мясные блюда, пироги, вареники, все самое вкусное, настоящее кубанское. Ведь задача перед ними стоит непростая – накормить всю Атамань, а это тысячи гостей, приехавших на фестиваль. Тем временем на сцене станичного правления Майдан коллективы всех муниципалитетов края иллюстрировали традиции кубанской кухни при помощи песен, танцев, миниатюрных сценок. Кроме того, заводные казачьи мотивы можно было услышать буквально на каждом подворье. Вот такие песни вокальной группы «Веснянки» сельского дома культуры «Протокский» вдохновляли на творчество умелых хозяюшек славянского куреня при поддержке начальника управления культуры Галины Черноусовой. Пироги с мясом, пирожки с картошкой, кубанский борщ готовили в хате баяниста. Кроме того, всех гостей, заглянувших в наш курень, приглашали принять участие в мастер-классах. Валентина Орловская поделилась с гостями этнокомплекса рецептами простой и вкусной домашней выпечки. Пол-литра молочка, да? Пол-литра молочка. Есть вот такие вот прессованные дрожжи, палочка, палочка прессованных дрожжей. Но это много на пол-литра молока. Берем половинку, размешиваем в молочке тепленьком, добавляем туда муки, сахара чайную ложку и чайную ложку соли. И отставляем на брожение. Тесто у нас бродит. С большим интересом слушали урок мастерства по приготовлению пирожков с картошкой семья Бельских, заглянувшие в славянский курень. Отведав вкусное угощение, гости остались довольны. Замечательно очень. Нам показали, как лепить пирожки, как готовить тесто. Научили, как правильно их форму, как печь. И вот даже дали с собой попробовать очень вкусные пирожки. И мы довольны. Замечательный мастер-класс. И еще плюс подарочек приобрели. В этом году впервые в Атамане соединились казачья культура и неформальный фестиваль «Тамань. Полуостров свободы». На международное байк-шоу съехались в Атамань участники из нескольких стран мира. Первых гостей наша съемочная группа встретила в славянском курене. Ну вообще впечатляет, да. Вот воссозданная история, это хорошо. Особенно для воспитания подрастающего поколения, чтобы знали свою историю. И как это вот когда-то, где-то кто-то жил, да. Дедушки, бабушки, может быть у кого-то родители еще так и живут. Гости, приехавшие на Атамань, старались заглянуть в каждый курень. Наша съемочная группа также поспешила осмотреть как можно больше подворий. В подворье Северского района готовили домашнюю лапшу. «У нас сегодня презентация, и мы объясняем, как раскатать настоящую лапшу, домашнюю, на яйцах, молочке, чтобы приготовить казачье блюдо бабка. Оно бывает просто из лапши яиц, и бывает праздничное с черносливом, поливает его медом, кушает там со сметаной, со сливками. Это наши бабушки очень часто готовили, это блюдо любили. И сейчас мы общаемся с моей бабушкой, она очень часто вспоминает, как мама ее готовила, это блюдо. Оно очень вкусное, полезное, питательное, это натуральные продукты, все натуральное». А кулинары из Успенского района из каравайного теста выпекли целый хутор. Бублики, сушки, пироги, хлеб, помпушки, чего только там не увидишь. «Мы представляем Успенский район. Наш район славится хлеб и солью, много у нас полей хлебных. Печем их каравайи с душой и сердцем, используем с нашего края урожай». А это подворье Каневского района, хата Шорника. Здесь приготовление обеда хозяйки сопровождают песнями про любимые блюда казаков – вареники. Ведь самое главное – делать все с удовольствием и с хорошим настроением. «Соответственно, здесь, в Курине, в Хатишорника, никогда не бывает пустое подворье, потому что мы гостеприимные, мы хлебосольные. Мы всегда рады гостям, встретим, накормим, напоим добро пожаловать в любое время дня и ночи. И, конечно же, хотелось бы сказать слова благодарности нашему губернатору Александру Николаевичу Ткачеву за то, что родилась идея рождения вот этой атамани, вот этой этнической деревни, в которую можно приехать и окунуться полностью в культуру Кубани. То есть не просто посмотреть со стороны, а непосредственно поучаствовать во всем этом действии. Здорово». Татьяна Попова победила в конкурсе «Гарна-молодычка», который также проходил на полуострове Тамань. А в это время вокруг центральной площади Майдан развернулся самый настоящий палаточный городок, где мастерицы всех районов края представляли свои работы. Любой желающий мог приобрести понравившуюся вещь и увезти с собой частичку кубанского быта на свою родную землю. Наталья Московцева из Славинского района своими руками мастерила тряпичных кукол. «Когда бросила работу, тяжело стало. Начала заниматься колготочной. А теперь ее делаю, получаю огромное удовольствие». «Согласно всем, всем показать, как ее делают. Делают очень просто и получается шикарное. Ничего больше дома не делают, только щекуку. До четырех часов утра сжучила». В разгар дня всех гостей атамани кубанские хозяйки пригласили на обед. Стоило только посмотреть на улицы казачьей станицы. Со всех сторон, со всех подворьей спешат со своими угощениями умелые хозяюшки. По всей площади витает запах ароматного кубанского борща. Плывут по площади в руках казачьих блюда с пирогами, мясными котлетами. Все лучшие блюда несли казачки со всех районов на главный стол атамани. Чего только не приготовили знатоки кубанской кухни. И вот уже на огромном обеденном столе появляются кубанские деликатесы. Нарезанные кусочки сала с мясной прожилкой, засоленные по особому рецепту. Каша пшеничная со шкварками, картошечка с укропом, яблоки в меду запеченные. Манят своим разнообразием в глиняных клетчиках холодные напитки, хлебный квас и узвар. Запах вкусной кубанской еды настраивал на особое удовольствие от угощения, предложенного хозяюшками всех подворьей. Все желающие могли отведать любое понравившееся блюдо. Ну, естественно, в этом году, раз байк-фестиваль проходит в казацкой станице, как бы ее не посетить, конечно, посетим. Понятно, что очень приятно посмотреть на людей, которые хранят свои традиции, свои корни, вот этот кубанский народ. И такие люди достаточно искренние, задорные. Это здорово, это не так часто встретишь. Поэтому вдвойне приятно. С одной стороны удовольствие байкерское, что приехали, а с другой стороны то, что познакомились с краем. И здорово. Ощущения потрясающие. Вот второй раз сюда приезжаю, и каждый раз настроение во! Столько всего интересного, необычного. И просто масса впечатлений, масса. И каждый раз что-нибудь новенькое для себя находишь. Вообще замечательно. Честно признаться, никогда не видели такого обширного подворья. Просто как бы впечатляет. Размеры, задумка очень интересная. Я здесь уже третий раз, и каждый раз здесь что-то появляется новое. То есть интересно будет еще и еще раз сюда приезжать и узнавать что-то новое. Потому что даже вот в прошлом году мы были, мы здесь 8 часов ходили. И то не везде побывали. Вот в этом году еще раз проходим и где-то новые места открываем для себя. Мы ездим уже три года. И обязательно заезжаем в Атамань. Обязательно. Каждый год. До этого проводилась веселовка, байк-фестиваль. Но мы обязательно заезжаем в Атамань. И обязательно заезжаем в это подворье, чтобы покушать эту кухню. Борщ очень вкусный. Все здесь очень вкусно. Мы кушаем здесь. Кубанские традиции поддерживаем. Мы кубанские байкеры. Впервые на Атамане в одни выходные прошли сразу три фестиваля. Гарна-молодычка, кубанская кухня и байк-фестиваль. А впереди гостей на комплексах. 22, 23 и 24 августа ждет одно из самых грандиозных событий. Ежегодный краевой фестиваль легенды Атамани. Если вы еще не были на Атамане, собирайтесь вместе со своей семьей в дорогу и отправляйтесь в путь. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События».